В году 12 месяцев. В каждом в среднем 4 недели, 30 дней, 720 часов, 43 800 минут. Большую часть этого времени мы проводим здесь, в университете. И это время принадлежит нашим шагам-успехам, которые мы делаем впервые или первыми, и приближают нас к полувековому юбилею. Январь. Мы открыли на кафедре проектирования информационно-компьютерных систем первый учебно-исследовательский центр МТС. В нем все, что нужно студентам для занятий, начиная от дата-центра до видеокамер, блок-ридеров, считывателей. Оборудование подобрано грамотно. По мере его устаревания отдельные устройства можно легко заменить. Компания Интез вложила в закупку оборудования 1,468,000,000 рублей. Здесь очень дорогое современное оборудование, которое сейчас используется на реальном современном производстве, а будет использоваться для обучения студентам. Февраль Мы радовались успеху нашего студента инженерно-экономического факультета Никиты Шумакова. Он получил маркетинговую премию «Энергия успеха», а вместе с ней – грант в размере 3000 фунтов стерлингов на обучение в британском вузе «Магна карта Коли Шоксфорд». У парня также появилась возможность попасть на стажировку в Академию Международного фестиваля рекламы «Каннские львы». На протяжении недели его учили создавать рекламные шедевры самые известные специалисты рекламного дела. Я уверен, что найдутся какие-то хорошие люди из вашего окружения, потому что вас создаёт ваше окружение, которое помогут вам в ваших взглядах, в ваших каких-то проектах и так далее. Март Мы по-новому встретили абитуриентов в день открытых дверей. Вначале ребята познакомились с самыми интересными разработками учёных и студентов вуза. Получили спецвыпуск газеты «Импульс», сфотографировались в гуировских байках, кепках и майках. А потом представление, продуманное, атмосферное. В нём всё, что надо было знать абитуриенту о нас. Как поступить, на какой факультет, чему научат. Время поставить точку, пришло наше время, чтобы всё вместе танцевать до рассвета. А мы всё смеем, нам хочется дела. А ну-ка давайте звёзды буира. В конце подвели итоги первого в истории вуза интернет-конкурса «Моя мечта. Бугуир». В нём приняли участие более ста ребят из разных городов Беларуси. Победила минчанка Мария Марчук. Сейчас студентка первого курса факультета компьютерных систем и сетей. Впервые мы провели национальный отборочный этап Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий IT-планета. Конкурсное задание разрабатывали специалисты всемирно известных компаний ЦИСКО, Интел, Оракл, Делинк. Сама Олимпиада, Международная Олимпиада в сфере информационных технологий IT-планета, она проводится с 2007 года. Но раньше отборочные этапы проходили в России, Украине, Казахстане и с этого года присоединилась в Беларусь. Только в отборочных турах в белорусской IT-планете приняли участие 335 парней и девушек из 18 учреждений образования. В финале оказались 15 белорусских ребят. Причем наш магистрант Илья Сибиряткин признан лучшим в номинации «Администрирование Линукс». Впервые совместно со Второй городской стоматологической поликлиникой мы организовали профилактическую акцию «Здоровая улыбка. Залог успешной карьеры». Студенты всех факультетов прошли осмотр и получили рекомендации специалистов. Поучаствовали в викторине, посвященной истории БГУИР. Акция собрала более тысячи человек. Моя чёща когда-то мне говорила, здоровье, а особенно зубы нужно беречь с молодым. Поэтому у нас три единые задачи. Мы студента делаем высокопрофессиональным на выходе, специалистом первое. Воспитываем патриота своего честиса второе. И добиваемся, чтобы он достиг этих целей, будучи здоровым и даже укрепив свое здоровье. Впервые студент факультета компьютерных систем и сетей Алексей Ермолаев стал победителем популярного российского конкурса «Я рэпер». В финале участвовали 24 коллектива из разных стран мира. Победу нашему парню принес клип «Во что я верю». «Во что не верю я, что выйдет все само собой, ведь можно на кресле сидеть, а можно управлять судьбой. Думай головой, если она на плечах. Зная мир в твоих руках, надо только начать». Для студентов новой специальности «Программируемые мобильные системы» мы открыли лабораторию «Встраиваемые мобильные системы». Это дало возможность первокурсникам быстро и легко осваивать современные технологии внедрения операционных систем в РИРТОС, Линукс, Андроид в мобильные технические средства, а также учиться разрабатывать многофункциональные приложения. «Они смогут работать и в том же парке высоких технологий, и в любых компаниях, которые занимаются программированием, и проектированием, и разработкой любых систем, и мобильных систем, и не мобильных систем, встраиваемых и не встраиваемых». Июль Мы первые и единственные среди вузов страны занесены на Республиканскую доску почета. Этой части вуз удостоен за выполнение основных целевых показателей социально-экономического развития среди учреждений высшего образования за 2012 год. Мы соревновались со всеми вузами страны и оказались в доске почета «Мы» по интегрированным показателям, то есть нас признали. Август Приемная кампания 2013 вошла в историю вуза как знаковая. На первый курс мы зачислили 3507 студентов. Проходные баллы побили рекорды. Из числа поступивших на бюджет более 63% имеют 300 баллов и выше. Общий конкурс – полтора, а на отдельной специальности – 4 человека на место. Все это благодаря новинкам. Они были отражены в рекламном ролике, который мы сделали сами и запустили на двух телеканалах – ОНТ и Беларусь-1. Автоматизированная система зачисления. 7 специальностей по приоритету. Прогрессивная модель обучения 4 плюс 2. Распределение в ведущей IT-компании. Поступай правильно. БГУИР Сентябрь Мы впервые в День программиста открыли выставку ретро-компьютеров. Коллекция студента факультета компьютерных систем и сети Александра Александрова насчитывает более 40 экспонатов. Когда уже компьютеров стало довольно много, появилась мысль. Как-то можно это все дело еще больше развивать дальше. Коллекцию уже, скажем так, держать профессиональную. ОКТЯБР Мы первые среди вузов Беларуси приняли участие в профилактическом проекте «Мой стиль жизни сегодня. Мое здоровье и успех завтра». Специалисты Минского городского центра здоровья обучают старост первого курса здоровому образу жизни, а те, в свою очередь, делятся знаниями со своими однокурсниками. В проекте задействованы 2000 ребят. Это первый проект среди молодежи. Наше здоровье самое ценное, то, что у нас есть. Разрабатывался он непосредственно для вашего университета. Это было очень интересно и меня покажет. Дети должны понять связь между сегодняшним днем и будущим. Мы первые из вузов страны покорили Америку. Мы не просто открыли филиалы кафедры проектирования информационно-компьютерных систем в Чикаго и Бостоне, а в условиях немыслимой конкуренции набрали студентов на обучение. Американские студенты в ГУИР обучаются дистанционно. Наши преподаватели разработали для них учебную программу на английском языке. И мы просто вывели, ну, как сказать, эту программу на уровень, когда мы можем ее здесь предлагать. Ваш коллектив, ваше вообще умение преподавать для нас очень важно. Магистрант кафедры информатики Алексей Ропан впервые попал в число 24 сильнейших программистов планеты по версии престижного соревнования по программированию и дизайну «Топ Кодер» и принял участие в финале турнира, который проходил в Вашингтоне. Очень приятно побеждать, очень приятно куда-то там проходить, там на сайты ездить. Но прям, что вот я прихожу вечером и осознаю, что мне надо решать много задач, чтобы там начать где-то побеждать, нет, такого нету. Больше, наверное, нравится именно такой соревновательный процесс, там, соревноваться с ребятами. Мы первыми начали вступительную кампанию 2014 и организовали ее по-новому. Большинство новинок реализуем через обновленный сайт «Электронный абитуриент». Мы хотим делиться новостями о жизни в вузах. Мы сделали для него календарь мероприятий. Мы организуем для него олимпиады. Мы снимем для него ролики о студенческой жизни БГУИР. Мы поняли, успешная приемная кампания должна заканчиваться летом, но продолжаться круглый год. Мы разные, но у нас одна цель. БГУИР – это мы. И мы хотим, чтобы у нас стало больше. Мы поменяли свой имидж. Разработана символика университета, которую утвердил Геральдический совет при президенте Республики Беларусь. Эмблема сохраняет известный всем товарный знак в ГУИР, но облагорожена новыми элементами. В преддверии юбилея важно еще вспомнить одно событие. Наконец-таки у университета появилась своя символика. Да, появится свой флаг, свой штандарт, своя символика, свой значок к 50-летию МРТ и БГУИР. Пройдены геральдические экспертизы. Все мы получили, сейчас изготавливаем. О наших успехах нам напоминают награды, новости на сайтах, сюжеты и ролики. Сохраняются они и в цифрах. 16 343 обучающихся на всех ступенях образования. Из них 511 иностранных граждан из 29 стран. 6 образовательных центров, ведущих мировых компаний. И 33 совместных учебно-научных лаборатории работают в ГУИР. На 18 международных и 11 республиканских выставках представлены 217 разработок. Завоевано 13 дипломов и 2 медали. 75 миллионов долларов составил объем финансирования НИОКР. 12 новых контрактов заключено с зарубежными заказчиками. 13 двусторонних договоров о сотрудничестве подписано с учебными заведениями и научными центрами 8 государств. 158 миллионов долларов. 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 168 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 миллионов долларов. Продолжение следует...